Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра! Влад, а настоящее имя Всеволод Соколовский, это талантливый молодой артист, ставший известным после участия в проекте Фабрика Звезд 7 и выступлений с музыкальной группой БИС. С 2010 года строит сольную карьеру. Часто появляется в развлекательных передачах на ТВ и участвует в деятельности благотворительных фондов. Был женат на певице Дакотя, однако из-за измен артиста в августе 2018 года брак распался. По традиции начнем биографию с детства Влада. Всеволод Соколовский родился в Москве, в творческой семье, которая примечательная сразу несколькими яркими личностями. Так, отец Влада, Александрович Соколовский, известен как основатель и ведущий вокалист вокально-танцевального коллектива «Х-Миссия». Кроме того, несколько интересных слов можно также сказать и о матери Ирине Сербиной Херц. Своими многочисленными яркими выступлениями в цирке женщина снискала звание заслуженной артистки России, а также уважение зрителей и многочисленных коллег. В настоящее время она работает режиссером-постановщиком в одном из московских цирков и остается весьма успешна в данной профессии. Творческая карьера Соколовского началась в три года. Благодаря помощи знакомых родителей юный певец вышел на сцену с самим Филиппом Киркоровым и исполнил вместе с известным артистом песню «Зайка моя». Весьма примечательно, что уже в тот период популярный болгаро-российский певец рассмотрел в юном пареньке огромный потенциал и, не раздумывая, взял его с собой на гастроли. Таким образом, уже в 1994 году Влад Соколовский стал колесить по России и странам СНГ, исполняя в дуэте с Филиппом Бедросовичем одну единственную песню «Зайка моя». В 1996 году все с той же композицией Киркорова Влад Соколовский появился на проекте «Утренняя звезда», а затем на некоторых менее значительных конкурсах. В этот же период родители записали сына в Московскую школу искусств. Всеволод успешно прошел вступительные испытания. В течение следующих нескольких лет молодой артист изучал в данном учебном заведении классические и народные танцы, а также совершенствовал свое вокальное мастерство. В этот период главной страстью Влада Соколовского танца. В 2001 году он появился на кастинге студии «Тодос» и успешно прошел данный конкурс. В следующие годы он колесил по России с выступлениями, однако танцевальная карьера не помешала молодому парню реализовать себя в качестве эстрадного исполнителя. Еще в 2001 году парень записал свою первую сольную песню «Рыжий ап», которая стала частью промокомпании одноименных детских молочных продуктов и стал регулярно появляться в рамках концертов группы «Х-миссия». Пять лет спустя, после того как один из прежних солистов оставил данный проект, Влад Соколовский стал полноправным участником отцовского коллектива. А теперь расскажем о Владе в фабрике «Звезд» и группе «Бис». Несмотря на тот факт, что его творческая карьера в группе «Х-миссия» складывалась вполне удачно, в 2007 году Влад Соколовский решил принять участие в кастинге проекта «Фабрика «Звезд-7», которая продюсировалась Валерием и Константином Меладзе. Молодой, но опытный артист без труда попал в состав участников, продержался до самого конца и в конечном итоге занял третье место в дуэте с Дмитрием Бикбаевым. На проекте Влад познакомился с 17-летней Маргаритой Герасимович. Ребята стали хорошими друзьями, но о романтических отношениях говорить еще было рано. После окончания «Фабрики» парни продолжили выступать как группа «Бис». Почти сразу же после своего образования данный проект отметился несколькими громкими хитами, среди которых выделяются песни «Катя», «Возьми телефон», «Кораблики», а также композиция «Твой» или «Ничей». В 2009 году музыканты выпустили альбом «Двуполярный мир». Вскоре в коллекции Соколовского и Бикбаева появились призы проектов «Золотой граммофон», «Песня года», а также премия Муз-ТВ и многие другие важные награды. Группе сопутствовал успех, парням уже предсказывали славу новых руки вверх. Однако в сентябре 2010 года дуэт объявил о своем распаде. Они отработали контракт с Меладзе и оба пустились в сольное плавание. А теперь о сольной карьере. После этого знакового события Влад Соколовский уже в качестве самодостаточного исполнителя продолжил сотрудничество с Константином Меладзе, но в ноябре 2011 года прекратил сотрудничество. В качестве причины певец указал постоянную нехватку времени у продюсера. Бывшие коллеги сохранили дружеские отношения. В скором времени в ротации российских радиостанций появились его первые сольные песни «Ливня», «Гонки», «Мир сошел с ума» и некоторые другие. Весьма примечательно, что с распадом группы беспопулярность Влада Соколовского лишь только стала набирать обороты. Уже в качестве сольного исполнителя молодой артист получил множество престижных наград, в том числе и звание лучшего певца 2010 года по версии журнала ЕС, а также снялся в качестве приглашенной звезды в российской версии сериала «Как я встретил вашу маму». В 2013 году Свет увидел первый сольный альбом Соколовского «Осколки души», а в 2016 вышел первый альбом его клубного проекта «Вскскаскас», «Стимулирует». И теперь о личной жизни Влада. Спустя 8 лет после «Фабрики звезд 7» Влад Соколовский и Рита Дакота снова встретились на закрытой вечеринке. Друзья сначала не узнали друг друга, яркая рокерша превратилась в женственную девушку, а Соколовский остриг волосы и возмужал. Полгода они тайно встречались, после чего, во время отдыха на Бали, Влад сделал Рите предложение. Во всех социальных сетях музыкант радостно писал, что счастлив как никогда. 3 июня 2015 года влюбленные поженились, а следом обвенчались, чтобы показать и друг другу и окружающим, что намерения у них на этот союз самые серьезные. К октябре 2017 года пара стала родителями. На свет появилась дочка Мия, ставшая новым смыслом жизни для новоиспеченных родителей. Малышка еще не научилась поднимать голову, а уже стала героиней их блогов в Инстаграм и на Ютьюб. Влад и Рита казались одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса, молодые и талантливые родители, души нечающие друг в друге и своем ребенке. Ложку дегтя иногда вносили интернет-пользователи, утверждавшие, что видели Влада с другой женщиной, но Рита объясняла это просто, очередные хейтеры, которые пытаются испортить идиллию. Однако в августе 2018 года она сделала скандальное сообщение о разводе. Оказалось, что муж изменял ей на протяжении всего романа. Его не остановило даже рождение дочери. Дакота рассказала, что Соколовский решил разделить нажитое в браке имущество, но попросила фанатов не поливать его имя грязью. Сам Соколовский развод не комментировал и продолжал публиковать в инстаграме фотографии своей дочери, сопровождая их подписями вроде «Смысл моей жизни». Осенью 2020 года Соколовский выходил на лед в рамках проекта «Ледниковый период» вместе с профессиональной фигуристкой Екатериной Бобровой. Музыкант все еще пожинает плоды развода с Ритой Дакотой. Экс-супруга периодически вспоминает о неприятных моментах брака с Владом и делится ими с журналистами и подписчиками, а Соколовскому, соответственно, приходится комментировать эти высказывания. Также певец выражал недовольство тем, что Дакота не может успокоиться и поднимает шум даже спустя время после разрыва. Интересные факты про Влада. В 2016 году Влад Соколовский и Рита Дакота стали свидетелями взрыва самодельного устройства в Нью-Йорке. В США артисты прибыли для того, чтобы снять новый клип. Влад стал продюсером песни «Живая вода», которая была представлена участницами от России на детском Евровидении 2016 года, ансамблем The Water of Life Project. Нередко у публики возникает вопрос о наличии родственных связей между Владом и актером Ильей Соколовским. На самом деле артисты являются однофамильцами и в жизни не поддерживают никаких отношений.